Пионерство в погоне 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 могут друг друга обходить, поэтому если кто-то перед ними стоит, они могут там создать целую пробку. Так что мы будем делать какие-то основные дороги прямые, ну и не забывать о том, что надо сделать какие-то дополнительные, скажем так, развязки, чтобы разгрузить все основные наши направления. Ну, ладно, значит, что касается дороги. Первое, мы, наверное, начнем выводить тебя ну, наверное, в какую-нибудь сторону леса, вот досюда примерно мы тебя вытянем, да, чтобы можно было следующий сектор тоже нам использовать. Дальше мы возьмем также ровный сектор и сделаем так, чтобы максимальное количество квадратиков у нас совпало. Чтобы вы понимали, я всегда буду смотреть на вот эти прозрачные квадратики, потому что каждый квадратик, каждый такой блок, это точка для строительства. Чем больше мы их вот так обрезаем с помощью таких не самых ровных линий, тем больше мы лишаемся возможности для возведения какого-нибудь большого ну, или даже не обязательно большого, просто какого-нибудь здания. Значит, что касается дороги, следующее, что мы тебя будем ставить, это вот сюда, наверное, попробуем сейчас, да, как-нибудь опиндюрим вот таким вот образом, да. Это у нас готовая часть. Предлагаю, наверное, такую же сделать по направлению в эту сторону, чтобы максимально можно было сделать охват вот этих блоков. Дальше, отсюда сделаем развязочку, наверное, куда-нибудь вот досюда. Так, а у меня здесь блоки что-то не вяжутся. Здесь происходит небольшая просадка. Я сейчас отсюда тебе возьму. Ну, не особо лучше, на самом деле, выходит, но в любом случае поинтереснее будет, да. Так, поставим тебя здесь. Дальше мы возьмем, наверное, откуда-нибудь вот отсюда линию одну и вытянем как раз таки вот сюда, прямо к этой скале. Как у нас там блоки будут сейчас резаться? Ну, сильно режутся, на самом деле. Прямо очень сильно. А если мы чуть-чуть как-то так вот опустим, ну да, происходит очень большой обрез. Ну ладно. Тогда, наверное, в таком формате мы это сделаем. Сюда выводим линию. Дальше хочу сделать какие-то небольшие пересечения, дополнительные, но с сохранением блоков. А, у нас один блок здесь как раз таки есть. Вот сюда мы тебя поставим, да. Это первая часть. И такую же сделаем мы вот здесь, до тех пор, пока у нас не появится дополнительный квадратик в центре. Для чего? Я потому что хочу здесь поставить маленькие рынки и места, где смогут у нас добывать воду. Ну, что-то наподобие колодцев. Так, это мы с вами установили, да. Какой-то небольшой такой вот чертеж по дорогам сделан. Так, по заданию у нас сказано, что мы должны поставить две вышки для наших гвардейцев, для нашей охраны, и одна у нас хижина, где у нас будут работать разведчики. Ну, давайте-то, наверное, хижину, точнее, не хижину, а вышку. Первую мы поставим куда-нибудь вот сюда, в уголочек, чтобы она максимально не мешала. Вторую вышку мы поставим куда-нибудь, наверное, вот на эту часть границы, да. Есть такое. Дальше. Хижина разведчиков у нас будет находиться вот здесь, прямо в самый угол, чтобы они как можно быстрее добирались до всех вот этих столбиков. Кстати, столбики, да, точно так же, как и в сетлерах, все это вручную уберется и передвигается с нашими жителями. Слушай, а у меня здесь не ставится, но вот это прямо проблема. Ну, ладно, тогда, наверное, буду ставить тебя с этой стороны. Вариантов уже не так уж и много. Вот сюда. Да, готово. Так, сейчас у нас тут потихонечку ребята будут выходить, все наши строители. Их здесь много. Как видите, у нас людей действительно дофига и больше, можно сказать. 329 человек. Кто просто работник, кто будет будущий у нашего вояка, кто-то будет заниматься там добычей ягод, кто-то собирать или так далее. Ну, и также все ресурсы, которые у нас указаны наверху, также они отображены у нас здесь в трюме корабля. Ресурсов очень много. Самое главное, конечно, это столбики вот эти. Потому что, кстати, столбики, они не сами какие-то там, знаете, воздушные, не просто они там передвигают их. Их надо еще изготавливать. Это очень важный момент. Ну, а пока ждем, пока ждем, пока они тут разойдутся все по своим местам. Кстати, наверное, даже, может быть, имеет смысл сейчас уже поставить на будущее, то есть какие-то ставить новые проекты по зданию. Что у нас здесь идет следующее по задаче? Мы должны будем сделать это добычу древесины и добычу камня. Значит, что касается дерева. У нас оно есть. Его здесь вроде как даже много. Но хижину мы, наверное, с вами будем делить. То есть первую я поставлю куда-нибудь, допустим, вот в эту сторону, чтобы можно было получить охват больший. Да, и дистанцию по переходу будет меньше для наших жителей. Вторую, наверное, хижину я поставлю куда-нибудь вот сюда, с этой стороны. Здесь как раз-таки оставим блоки для того, чтобы можно было как-то маневрировать и сделать дополнительные переходы. Также, что касается производства из дерева всяких досок, мы, наверное, первую лесопилку поставим куда-нибудь вот сюда. Слушай, она сюда вообще влезает? Нет? Здесь деревья мешают, да? А если я возьму дорожку сейчас вот отсюда? Я тебя как-то могу сюда вытащить? А, ну я могу сделать небольшое сокращение, да, чтобы они быстрее добирались до места. А давайте сделаем, да. То есть как бы у нас основные линии будут все, естественно, ровные, но вы знаете, кто в данном канале, я люблю ровные линии, но все остальные переходы уже и такие смежные улицы, они у нас будут, естественно, такие, ну, разнонаправленными, скажем так. Значит, возвращаемся к тебе. Значит, пилорама у нас будет вот здесь находиться. Готово. Также нельзя забывать о том, что лес у нас, естественно, не бесконечный, поэтому надо будет его восполнять. Мы сделаем несколько хижин лесника. Первую тогда идеально вендерим вот сюда, а вторая у нас будет хижина находиться вот здесь. У них как раз-таки будет очень большой охват. Примерно в одном месте, но в любом случае мы сделаем небольшое смещение, например, вот сюда для тебя, а для тебя мы сделаем смещение куда-нибудь вот сюда. Так, значит, что касается дерева, мы с вами поставили все точки. Дальше нам теперь то же самое, нужно решить вопрос с камнем. Значит, добыча камня у нас где идет? Ага, у нас вот здесь. А снизу? А снизу, к сожалению, у нас камней нет. Тогда мы можем это сделать. Знаете как? Мы, наверное, поставим. Мы, наверное, поставим. Мы, наверное, знаете как поставим? О, мы возьмем здесь дорожку, отсюда цепанем. Пока вытянем тебя ровным блоком вперед, чтобы у нас было сформировано два квадратика здесь. И в эти два квадратика мы можем поставить туда хижину по добыче камней. С одной стороны, и точно такая же у нас хижина будет находиться с другой стороны. Только главное не забывать про дорожки. Вот сюда мы тебя выводим. Готово. Дальше нам требуются уже сами по себе камней тесы, то есть те, кто будет работать с камнем. А у нас две штуки встанет здесь, не? Одна здесь может быть. А если я возьму сейчас дорогу, допустим, вот сюда вытяну, на единицу еще, вас закрою ровным блоком, и сюда поставлю вас. Первая. Ага, отлично. И вторая. Значит, что касается производства. Значит, здесь мы можем сделать просто уже камень для строительства. И как раз-таки те самые блоки, которые будут заниматься у нас уже расширением наших территорий. И вот именно одну я, наверное, сделаю гибридную. То есть она будет делать одно и второе. А вторую я как раз-таки удалю. То есть у нас одна будет заниматься исключительно только камнем для строительства. Так, что-то у нас по тасканию ресурсов. Ну, на самом деле, как вы видите, здесь огромное количество жителей. Они все ходят, живут своей жизнью. Все постройки мы с вами досконально изучим, посмотрим, уделим внимание каждой, потому что, ну, достаточно мило это все здесь сделано, с любовью к деталям. А я такие, кстати, вещи очень сильно ценю и люблю в играх. Поэтому за этим надо будет, конечно же, наблюдать. Что касается процесса строительства, возводят леса, подносят ресурсы, ну и потихонечку это все дело так вот у нас появляется. Хотя, на самом деле, вроде как леса стоят, а вот внутри уже постройка просто из земли вылезает. То есть, именно всех этапов строительства, конечно же, здесь у нас нет. Здесь идет просто обычный подъем. Но что касается постройки, значит, по добыче древесины у нас первая есть. Но когда там уже начнут работать, мы в нее как раз-таки и заглянем. Когда он, кстати, сделал и завершил финал, да, по строительству, он такой руками махнул. Такой, окей, отлично, я справился, я крутой, я молодец. Значит, что касается вышек, где у нас находятся гвардейцы, они сюда подходят. В вышке у нас может находиться здесь 10 человек. К сожалению, здесь увеличить количество охраны я не могу. Но зато, с другой стороны, можно будет ставить больше вышек и, соответственно, тем самым распределять уже всех бойцов. Ну а что касается уже всех этих столбиков, как вы видите, им подносят, да, с нашего трюма корабля. И они, соответственно, одни забирают, другие перетыкают и таким образом расширяются наши территории и наши границы. По поводу того, кто у нас находится вот здесь, это как раз-таки те самые разведчики. Они не занимаются перетаскиванием столбиков, они занимаются открытием самих вот этих наших тумановойны, так называемого, да. То есть им нужны будут рационы. Это пища, она уже упакованная. Они ее с собой берут и уходят далеко в лес, далеко в горы, для того, чтобы вот нам показать, что здесь находится. Ну, как я сказал ранее, в самом начале мы здесь не одни, здесь есть еще и другие, другие поселенцы, назовем их так, другие пионеры, ну вот, другие монстры и так далее. Значит, что касается следующих наших объектов, это мы с вами установили, камни мы с вами начали делать. Теперь пора подумать о еде. Значит, нас интересует, это хижина собирателей, а что здесь по ягодам? Слушайте, а по ягодам здесь у нас все плохо. Прямо, ну, очень плохо. У нас их здесь, можно сказать, нет, да. Ну, ладно, тогда, значит, сделаем одну хижину собирателей ягод, она будет находиться рядышком здесь. Дальше, нас туда интересует охота. Да, животными здесь тоже беда, конечно. Прямо причем, такая достаточно серьезная беда. Ну, ладно. Значит, что касается хижины охотника, раз у нас все олени находятся в горах, то будем ближе к ним туда вытягиваться. Но не забывая о том, что мы можем еще и центр взять. Дальше, меня интересует ферма. Естественно, без этого никуда. Нам нужно будет огромное количество разнообразных продуктов. Мы, наверное, ферму туда поставим вот здесь. Так, мы поставим ферму... Да, мы, наверное, ферму поставим вот в этом месте. Это у нас производство овощей. У нас есть еще ферма, которая будет заниматься выращиванием разнообразных культур, таких как там пшениц и так далее. Значит, тебя ставим вот сюда. Есть такое. А теперь нам нужны поля. Одно поле, плюс к нему нужна дорожка. Поэтому мне надо сейчас как-то это все дело будет обыграть. Например, раз, два, три, четыре, пять, шесть. С противоположной стороны у нас влезет сюда. Раз, два, три, четыре, пять. А вот сюда зараза не влезает, да, из-за того, что здесь песок начинается. Тогда вот это, наверное, поле я удалю для того, чтобы можно было здесь сделать нормальную дорогу. Сюда мы тебя подцепим. Вот сюда и вот сюда. А, ты смотри. Сейчас немножечко это все дело мы укоротим. Таким вот образом сделаем. Я отсюда тебя цепану в линию. О. Здесь мы это дополнительно объединим. Так, значит, кроме этих полей, тогда мы с вами... Это сколько у нас получается? Раз, два, три, четыре, шея, двенадцать единиц. Маловато будет. Народа у нас много, поэтому нам потребуется, наверное, еще поля. И предлагаю их вывести куда-нибудь вот сюда, как вариант. Раз, два, три, четыре. И с противоположной стороны то же самое. Сейчас сделаем. Раз, два, три, четыре. Здесь мы тогда сделаем тропинку для наших работников. И здесь сделаем одно большое объединение для них. Готово. По поводу, значит, полей. Здесь у нас пока нет никаких культур, ничего не выращивается. Я, наверное, сделаю таким образом, что здесь будет у нас находиться капуста вот на этих полях. Сейчас быстренько поменяем это все. Вот сюда и вот сюда. Та же самая петрушка касается с той стороны, да, полей, полей точнее. вот сюда добавляем. Вот это еще и вот сюда. А здесь мы тогда с вами сделаем, будет у нас расти тыква. Надо будет, конечно, еще добавить полей, чуть-чуть побольше. Например, то же самое кукурузу, но, но, наверное, не сейчас. Сперва вот с этими полями разберемся. По идее, нам должно хватить и для таверны, и для наших магазинов. Сейчас перепроверяю, по каждому полю проскочу. То, что у нас оно не отображается, то, что оно у нас уже занимается, скажем так, выработкой и производством какого-то ресурса. Да, здесь все у нас отлично. Дальше, нас интересует с вами это маленький магазинчик, рыночек. Сделаем центральный вот здесь, наверное, в этом местечке. Здесь будут храниться у нас абсолютно все товары, то есть, начиная от ягод и заканчивая уже готовых блюдок. Хотя там готовые блюда, насколько я помню, не хранятся. Там как раз какие-то самые будут капуста, тыква, ну, такие вот продукты. И самое важное, конечно же, не забываем о том, что им еще требуется вода. Для них требуется вода не просто из колодца, а вот такие специальные источники. У нас все будет в центре специально для того, чтобы все, кто новый будет здесь находиться, проходить мимо, например, они смогут здесь пополнить свои потребности и запасы. Также, значит, мы с вами раскидаем еще несколько, наверное, рыночков. Первый я поставлю вот сюда, наверное, в этот уголочек. Раз. Дальше рынок сделаем вот здесь недалеко два, чтобы ребята могли быстренько перекусить. Это у нас третий, значит, получается, идет. Плюс еще один сделаем вот здесь прямо свежие фрукты, овощи. И, наверное, сделаем еще, наверное, все, пока больше не будем ставить, да. Что касается воды, первый источник мы добавляем вот сюда. Дальше, плюс один у нас будет вот здесь. Еще вода у нас будет находиться вот здесь на этом перекрестке. Хотя нет, вот перекресток нам можно не брать. Вот сюда поставим около леса, да. Вдруг кто-то далеко идет, могли спокойно остановиться и попить. И еще, наверное, один источник воды мы с вами поставим вот здесь. Вот здесь, да. После этого для полей нам потребуется, естественно, вода, так что нам нужны колодцы. Хотя, наверное, даже не колодцы, а колодец. Один всего лишь. Ай, зараза, смотри, мне здесь зеленая территория не позволяет его поставить. Не хочу я угол забивать, оставим мы для более каких-то крупных построек, а здесь далеко уже вода. Можно сюда его поставить, слушайте, как вариант, да. Дорогу нам не обязательно соединять, потому что хотя, 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 а ну-ка, если мы сейчас тебя возьмем отсюда, ну, по идее, она соединяется. Можно сделать такой небольшой срез, единственное, что потеряет смысл вот в этом местечке, ну, ладно, ничего страшного. Ну, да, мы тебя бахнем. Как раз-таки около полей. Ну, и всю остальную территорию здесь можно будет также еще полями перекрыть. Сейчас проверим. Раз, два. А, только раз и два, да? Ладно, тогда удалю, наверное, все равно мы не будем искать такой объем перелопачивать. Колодец есть. Следующие постройки, которые нас будут интересовать, значит, еда, вода мы с вами поставили. Что касается продуктов, пока их еще не успели принести, сейчас поднесут ягоды. У нас они как раз подскопились с очень большим количеством. А здесь у нас что за простой? А, здесь у нас приносят воду. будем добывать уже древесину, да? Это для посадок новых деревьев. Сейчас, 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 мне нужно значиться. Это мы сделали, это мы поставили. Фермы. Да, все правильно, это те самые, которые нам нужны. Осталось только дождаться колодца, да? Потому что без воды они не могут ничего с ним сделать. Мы с вами сейчас туда будем ставить эту таверну. Прямо в самом центре, ее, наверное, где-нибудь здесь и бахнем. Так, чтобы у нее вход был прямо напротив нашей центральной улицы. То есть, вот здесь. Таверна есть. Дальше у нас есть еще столики для таверны. Поставим несколько штучек прямо вдоль дороги. Желающие могут подойти, здесь перекусить, посидеть, поболтать и просто отдохнуть. А теперь выведем сюда дополнительную дорожку. О, таким вот образом. И еще нам потребуется изготовление провизии тех самых мешочков с едой. Ну, мы, наверное, их поставим рядом с таверной, если они тут влезут у нас. А, слушай, тут не ставятся. А здесь? А здесь ставятся. Ну, отлично. Тогда будут тут находиться. Все, все основные точки мы с вами расставили. Осталось дождаться только до того момента, когда все построят. А, ну, вот эти ягоды пошли у нас уже на рыночек. Хорошо. Единственное, знаете, что я забыл поставить? Я забыл поставить это дома. Я вот думал какие-то делать отдельные районы, но, наверное, в этом сверху смысла нет. Будет проще, чтобы у нас и дома давали какой-то, знаете, общий такой визуал по всему нашему поселению. Поэтому мы домики, наверное, раскидаем с вами так, чтобы они у нас были везде. Где только можно их, конечно же, поставить. Первый домик сделаем вот тут, с этой стороны. Второй вот здесь. Дальше возьмем, наверное, еще домик. А, у нас здесь еще влезают домики, да? Хотя с этой стороны теоретически можно маленький район замутить. Такой небольшой. Ну-ка, если мы возьмем сейчас, вытянем дорогу вот сюда. Так, у меня блоки здесь не смыкаются. Это получается плохо. А, вот здесь смыкаются. То есть недалеко, но мы ее можем вытянуть. Отлично. Поставили. Первый домик будет здесь. Тогда сделаем второй сюда. Также мы поставим колодец с водой, чтобы им недалеко можно было ходить, да? И теперь замыкаем это все тоже домиком. О! Один домик это, если я не ошибаюсь, 20 человек. Да, значит в домике живут люди у нас, наши пионеры, и там же у нас могут появляться детишки. Ну, а теперь можно немножечко посмотреть, что же в итоге у нас тут с вами получилось. Значит, постройка такая, как башня охрана. Мы с вами ее уже посмотрели. Колодец, где как фонтанчик у нас пьют воду, выглядит таким вот образом. Единственное, что никакой там с ним анимации нет до тех пор, пока ребята сюда не подойдут. Дальше у нас идет это производство уже каменных объектов. Им приносят сюда блоки. Это как раз то, что у них тут находится. А это уже готовый материал. Это те самые бордюрчики и камень для строительства. Кто-то, видите, делает, кто-то убирает. Все, в принципе, живет и работает чуть ли не в прямом смысле слова, да. Также здесь у нас идет строительство, точнее не строительство, добыча камня. То есть это ребята уходят, которые в горы и добывают камни. Одинственное, надо будет им, конечно, увеличивать общий радиус. Ну, что касается рыночка. Мы с вами уже посмотрели, да. Здесь, видите, как раз таки мясо уже лежит и пробки. А здесь, конечно, пробки. Здесь надо будет добавлять какие-то дополнительные срезы, чтобы можно было увеличить, скажем так, пропускную способность и не было никаких здесь таких человеческих пробок, да. Так, у вас как дела? Ага, у тебя проблема, потому что животные здесь закончились. А куда мы можем вас отправить? Пока неизвестно, да. С мясом, походу, будут у нас проблемы. Ну, ладно, тогда слегка сдвинем территорию. Вот. Как только раскроют границы, соответственно, мы сможем... О, кстати, ну-ка. А, она не за границами. Вон там гуляют олени у нас. Ладно, сюда пока перекинем тебя. Но они ждут. Они просто пока ждут своего часа. Здесь у нас идет добыча древесины, дерево отдельно, бревна, там, веточки. Это все собираются у нас также отдельно. Здесь у нас хижина следопытов, да. Они здесь как раз имеют провизию. У нас кто-то вообще находится сейчас в пути? А, ну вот они, видите. Они идут с этими пакетиками в руках, котомками. Покушали, перекусили и показали нам территорию. То, что нас окружает. Дальше. Это пилорама. Сюда приносят бревна. Ну, естественно, из бревна делаем уже доски. Не, прикольно так за этим всем понаблюдать. Я, в принципе, любитель таких городостроев. Особенно мимичных, в кавычках, конечно же, да. Они достаточно выглядят добрые, хотя здесь все-таки есть элементы боевок, создание оружия, естественно, да. Кстати, смотрите. А у нас здесь уже бирюзовые точки виднеются. Значит, здесь были замечены... А, нет, стоп. Бирюзовые точки это у нас здесь купер, это медь. Ну-ка, люди есть здесь, нет? Я думаю, мы кого-то уже нашли. Ну, походу, нет, походу, еще ни с кем не успели познакомиться. Ладно, дальше, значит, что у нас здесь идет? Это лесопосадки здесь у нас идут полным ходом. Также здесь добыча дерева у нас идет. Что у нас тут происходит? Это у нас тоже лесник. Это добыча древесины, мы с вами видели, сборщики ягод. У нас есть кусты. Ну, да, кустов реально очень мало, что-то как-то не повезло с этим, но, надеюсь, в следующей карте как-то это будет, не знаю, более, более такой мощный, наверное, объем по кустарникам, потому что кусты, ну, это самый простой вариант добычи пищи. Дальше, у нас уже пошли поля, у нас потихонечку появляются тыквы, а здесь у нас, ну, еще такой, совсем молодой кочаный капусты, совсем маленький, да? И мясо здесь продается, это у нас фирма по добыче и работе на полях, ну, и по сути, такие, наверное, какие-то основные постройки уже все. А, ну вот, у нас еще таверна построилась, сюда приносят ту самую тыкву, капусту, и здесь делают вкусняшки. Прикольно, кстати, сделано еще такой рыжий кот, как лисица какая-то, да? А вот тут у нас домики наши начинают появляться. Ну, детишек пока нигде нет. Один мужиком, одни ноги у него торчат. А вот и смотри, ждет, 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 сейчас походу зайдет, и тут, возможно, начнется волшебство. Скорее всего, то же самое будет сейчас происходить. Ладно. Это уже такое чисто наблюдение, не более чем. Что мы должны с вами будем делать в следующем? Значит, по заданию воркшоп у нас висит подстраивать этот самый лагерь строителей. Еще одну нам потребуется сделать хижину по добыче древесины. Колодец нужен еще один. Слушайте, а колодец нам требуется где? Давайте-ка посмотрим. Он у нас требуется первым мы поставили вот здесь для фермы, да, а для лесников наверное поставим колодец куда-нибудь эх, куда-нибудь не втыкается здесь. Ну, как вариант если я тебя поставлю вот сюда, но сперва возьму здесь выведу дорогу. Например, как-нибудь вот так, чтобы у меня было три клетки снизу, три блока уходило, да, и еще небольшой запас сверху. Сейчас проверим, сейчас посмотрим. А, ну отлично ставится, прямо отлично. И здесь у нас будет объем уже на возвышенность. Так, ладно, значит, это мы сейчас установили. Нам еще требуется два дополнительных магазина, маркета, о, этих, господи, маркета, ну это рыночки. Рынки у нас будут добавляться тогда где? Значит, здесь у нас есть, здесь у нас есть. Мне бы вас как-нибудь раскидать, так, чтобы было максимально удобно по отношению ко всем здесь зданиям. Ну, наверное, куда-нибудь сюда можно попробовать какой вариант поставить, около леса. И еще один мы добавим, ну, город, наверное, как раз-таки один свободный слот есть, вот сюда. Ну, хотя, городом это сложно назвать пока это такие основы, но, тем не менее, как я люблю говорить, все великое начинается с малого. Значит, плюс две постройки есть, у нас здесь даже указано четыре плюс две, две, это как раз-таки тот самый, точнее, та самая цифра, которая говорит о том, что идет процесс строительства. Дальше нам требуется построить холл гильдии. Там мы сможем менять и добавлять людей на какие-то определенные профессии. Где у нас это находится? По-моему, это находилось у нас вот здесь. Да. Я, наверное, тебя поставлю прямо в самом центре. Вот сюда. Ну-ка, интересно, у меня тут влезет еще один дом? Да, влезет. Да, сюда мы тебя и установим дополнительно. По ресурсам вроде как хорошо у нас все. Еда есть, вода идет, камни, древесины, все добываются и все имеется в достатке. Ну и да, тут самое главное, что у нас процесс по производству пищи запущен. Потому что без пищи, конечно, если бы получать какие-то просадки, это будет серьезным для нас ударом. О, интересно, она здесь еще влезет, нет? А, ну у нас вот сюда еще можно будет поставить. Ну, одну мы точно давайте добавим. Почему бы и нет? Вторую ставить не будем, но на всякий случай вдруг какие-то мелкие объекты надо будет добавить. Ждем, когда здесь все возведут. Значит, колодец один плюс один у нас висит. Дальше еще добычу древесины надо добавить. Это у нас она будет находиться. Первая здесь, вторая здесь и третья у нас. А я, наверное, третий туда же добавлю, как вариант, да? Только самый главный вопрос, а мы сможем здесь дорогу выцепить? О, мы ее можем сделать здесь, да? Тогда до самых деревьев мы тебя вытаскиваем вот сюда и здесь же поставим вот эту хижину. они будут рядом все находиться. Так, два плюс один готово. Ну, и надо немножко подождать. Хотя, единственное, что, наверное, имеет смысл, сейчас добавить это конструкшн кэмп. Вот здесь у нас он находится. Только, только, только по территории я, конечно, тут прямо, я и так очень плотничком здесь все ставлю и стараюсь так, чтобы еще наследство не пропадал, потому что он, ну, во-первых, и выглядит здесь классно, во-вторых, и быстрая добыча древесины, которая здесь раскидывается сразу по всем нашим строительным объектам. Ну, ладно, наверное, тогда тебя мы установим где-нибудь вот здесь. За чертой города влезешь вот сюда, нет? Нет, сюда не влезаешь. А если мы тебя прямо на возвышенность поставим? Вот так вот. Смотри, не разворачивается, да? Я сейчас все равно добьюсь этого. Вот сюда мы тебя установим и попробуем туда подцепить дорогу. Нормально. Хотя нет. О, я знаю, куда мы тебя поставим прямо при входе. С корабля спустились, или другой корабль причалил, соответственно, бац, вы кто? Мы строители. Ну, вот вам сюда-то, да. Процесс идет, медленно, но идет, но еще поля, скажем так, не вошли в полный объем по производству. В любом случае, конечно, было бы в идеале их еще, наверное, подобавлять здесь, но я хотел бы, может быть, как-то расширить территорию, в какую-нибудь сторону, например, а, слушайте, ну здесь полями у нас беда, только если куда-нибудь вот сюда выходить, да, прямо как раз к такому вот горному озеру. Это было бы здорово, это было бы здорово, но пока туда растянут наши столбики, пока мы до туда дотянемся, не знаю, сколько времени пройдет, наверное, очень и очень много. А зона у нас работы здесь, ну, самая удобная и комфортная это все прямо вот тут в притык ставить, да? Давай попробуем посмотреть, где мы тут можем что-то добавить. Ну, здесь одно поле нас, естественно, не спасет. Здесь там две единицы тоже как бы это, ну, не по нацелу. Ну, хотя ладно, давай поставим хотя бы две единицы дополнительные, да? И как вариант, кстати, можно здесь добавить, наверное, тыквы, да. Пускай будут именно они. Раз у нас здесь идет раз, два, три, четыре, так, ну, сколько у нас здесь их? У нас здесь идет 10 получается, да? А здесь вот не хватает. Вот плюс две единицы, самое то. По поводу дорожки, сразу сюда тебе в пиндюре, вот таким вот образом. А, она не состыкуется, так вы посмотрите. Там блок у нас будет мешать, ну и ладно. Тогда сделаем выход вот сюда. И вот сюда. Здесь поставим мелкие объекты, которые не требуют, например, травы. Как у нас здесь дела с холлом? У нас он готов. Значит, соответственно, здесь мы можем диггер, автокопатели у нас, это строители, точнее, наоборот, стоп, да, планировщики и подготовщики, и строители. А, подожди, стоп, это носильщики. Но стоит отметить, что носильщики исключительно те, которые занимаются переносом строительных каких-то вот объектов, ресурсов для именно возведения этих домов и построек. Сидят, ждут. Ну, ждите. А, ну и вот заодно, видите, когда мы поставили холл, сюда начали переносить с корабля все ресурсы, которые, господи, такая просто здесь змейка. Топоры, все инструменты, щиты, луки. Но, кстати, по поводу оружия, надо, естественно, также подготавливаться, но, я думаю, для него, наверное, имеет смысл как-то выделить отдельную зону. Значит, что у нас идет по оружейке? Первое, нам потребуется милитария академия, то есть место, где будут тренироваться бойцы. Мы тебя сможем сюда куда-нибудь пиндюрить? Нет? Нет, здесь ты не можешь встать. А здесь территория, ну, надо здесь медь. Это будет прямо проблематично для нас. Прямо очень сильно проблематично. Либо, как вариант, убрать отсюда колодец, да, и сюда поставить наш лагерь. Влезет он сюда? А, он сюда тоже не влезает. Хорошо, мы тогда пойдем еще другим путем. Я удалю отсюда этот кусок дороги. мы поставим вот сюда наш лагерь и под него уже сделаем пристройку. Как-нибудь вот так. Дальше дорогу цепанем вот сюда. Во. Сюда. Отлично. И здесь блоки есть для, опять же, таких мелких построек. А что касается колодца, мы тебя перенесем. Значит, еще раз. У нас первый вот здесь. Значит, второй мы поставим вот здесь, недалеко от наших лесников. Нам надо теперь посмотреть, что у нас идет по добыче каких-то уже сложных ресурсов, таких как купер-то у нас медь, дальше уголь, железная руда. Ну, наверное, начнем именно с нее. А у меня она прямо очень далеко. Я ее не могу добыть там. Пока что не могу добыть. У меня даже столбики туда не дошли. Так, тогда пропускаем тебя по углю. Уголь есть рядом. Тут много его? 80 единиц. Так, это камень. Вот еще уголь есть. Это у нас уголь? Тоже уголь. Но мы, наверное, до него не дотянемся. Хотя, да нет, он без вариантов. Для нас он сейчас без вариантов. Ладно, окей. Раз уголь находится ближе к этой стороне, наверное, тогда имеет смысл угольную шахту к ней. К ней мы подведем дорогу. Вот сюда. А медная шахта, значит, мы видели кусок здесь. Там на сколько единиц идет? 80, да? И походу больше ничего поблизости-то у нас и нет. А, ну вот с этой стороны еще тоже имеется. Ну, как вариант ее можно вытягивать дальше. Хотя, наверное, сперва давайте сделаем маленькую шахту вот сюда, а потом уже спокойно можно будет вытягиваться, когда столбики у нас передвинутся. Вот таким вот образом. Плюс есть свободные слоты для того, чтобы мы с вами добавить что? Правильно. Это, конечно же, нашу воду и, наверное, рыночек. Нет, рыночек, нет, добавлять не будем, а воду точно добавим. Что у нас здесь еще идет по производству оружия? Значит, здесь мы можем с вами изготавливать инструменты. Наверное, нам пока это не надо, у нас идет запас лопат и молотков еще неплохой, поэтому пропустим как постройка. А вот оружейку надо, наверное, будет ставить. Вопрос, опять же, таких, где? Ну, хотя здесь основная все будет добываться и производиться из дерева, поэтому, наверное, имеет смысл поставить прямо между ними, да? Вот сюда. Только, главное, вопрос, будет ли она сейчас смыкаться дорогой. Здесь нет, хотя вот сюда, смотри, ставится. Вот тогда такую трофиночку сюда и выведем. Отлично. Ну, так вроде как более-менее все аккуратно, все по таким небольшим, такое небольшое зонирование сделано, да? То есть там производство, здесь живут, здесь у нас ферма, ну, неплохо. Хотя, так или иначе, в любом случае, они переплетаются и пересекаются. Именно зоны, да, которые мы сами устанавливаем. Прямо очередь из бревен. Ты, пацаны, скопилась. Несут потихонечку. Всем надо помочь, конечно, это правильно. Дальше, значит, что у нас здесь? Здесь мы с вами можем чеканить монеты, наверное, пока пропустим. И здесь у нас еще идет изготовление веревок, это из хлопка, из... Кстати, здесь еще идет серебряная броня, рубашка с серебряными нитками, но это надо будет сначала серебро начать добывать. Увы, ях пока не можем. А еще, наверное, еще как бы добавить склад. Но склад не всего подряд, а, скажем так, склад каких-то дополнительных вещей, бонусных вещей, типа изумрудов, камней, сундуков и прочего. То есть, наверное, день такой, прямо самое классное и дорогое. Вот мы наверху здесь и возведем. Правда, я не знаю, сможет ли он нас здесь как-то объединиться. По-моему, это будет прямо сложновато. Да, это будет реально очень сложно. Хотя, самая классная крутая сокровищница была бы на этом возвышенности очень в тему. сейчас попробую как-нибудь ее впиндюрить. А я смог. Я реально смог. Они сейчас ее подготовят, подкопают и она прямо объединилась с этой дорожкой. Немножко пришлось покрутить, повертеть, но ничего страшного. Главное, справились. Тем более, здесь рядом есть защита, рядом вода, отсюда явно никто не нападет. Но, с другой стороны, опять же таки, если что, можно бы добавить еще несколько вышек оборонительных по каждую сторону. А что у нас здесь? А, продолжают таскать. Ну, давайте, давайте. Ну, вот так у нас выглядит поселение. По-моему, прекрасно. Добываем. Но, процесс еще не запущен, но постройка уже есть. Ждем наших ребят. А, ну, вот наши. Шахтеры идут. Добытчики. И, кстати, у нас уже построена наша первая академия. Значит, здесь у нас можно тренировать бойцов. Единственное, перед тем, как тренировать, сперва потребуется изготовить оружие. Значит, из чего мы можем делать? Из досок. Всякие разнообразные копья. Здесь делаются шестерни и щиты. Ну, вот это мы с вами можем здесь производить. А вот единственное, для того, чтобы изготовить лук, нам потребуется веревка. Но веревку мы пока делать не можем. У нас нет ресурсов. Но, в любом случае, опять же таки, сделаем пока хотя бы бойцов ближнего боя. Дополнительных. И в придачу тогда еще поставим дополнительную одну башню, которая у нас будет находиться. Так, а что она у нас там стоит по ресурсам? А, ну шестерку. Шестерку у нас есть. Мы ее скинем вот сюда. На эту сторону. Ах, жалко, здесь не ставится. Было бы идеальное местечко. А на возвышенности здесь тоже, да? Ну, давай, наверное, сюда ее установим, чтобы у нас была оборона с этой стороны. Только самый главный вопрос, а как у нас идет ли вообще... А, проходит, слушайте. Ну и все, быть тебе вот здесь. И все новые бойцы будут отправляться на патруль и охрану данного угла. Что там по карте у нас есть? Новые территории наши соседи. Пока никого не вижу. Ни столбиков, ни, в принципе, людей. Заработало? Да. Так, ну давай сделаем, наверное, три. Даже, наверное, сделаем пять единиц оружия и здесь поставим пять бойцов. У нас здесь сколько еще раз? Десятка, ну половину хотя бы, да, чтобы можно было заполнить здесь охраной. О, да ладно, у нас охотники оживились. Серьезно? Дотягиваются докуда-то, да? Где-то здесь бродят олени. Надо будет ее так же переместить и территорию всю расширить. А ты что делаешь? А ты ходишь, изучаешь нам локацию. Молодчинка, молодчинка. Давай. Ну, видите, они как прямо в тандеме работают. Куда этот смотрит, где он открывает, ребята потихонечку туда начинают перекладывать все эти блоки. А у вас тут как дела? Ну, этим, конечно, тут больше всего достается, скажут. Но, дядя Сережа, понастыкал своих тут идей нам, а нам теперь это все надо воплощать. Ну, а как вы хотели, да? Классная, крутая сокровищница, где мы как раз сможем хранить серебро, всякие там изумруды, какие-то такие важные, дорогие вещи. Пускай находятся как-то отдельно. Я помню, похоже, делал систему в игре Farthest Frontier. Тоже городострой. Такой же, в таком же манере, да, в таком же стиле. Вот, только без столбиков, естественно. Также делал отдельную сокровищницу. Пытались ее сделать оборону и по вышкам, и по другим объектам. Лес, конечно, очень быстро заканчивается. Прямо очень быстро заканчивается. У нас они, по сути, по сути, по сути, по сути, вот сюда мы сейчас сместим, а тебя вот сюда сместим. Инструментов у нас, конечно, мама не горюй. Что там у нас с бойцами? Ага. Бойцы подходят потихонечку, и как раз-таки подходят и уже подносят первое наше оружие. Ну, здесь на самом деле не такая боевка, как и наоборот, даже конвертация, да, и подготовка людей к новой профессии, как в тех же самых последних серверах. То есть, там прямо видно, как они там тренируются. Здесь, увы, ах, они сразу берут оружие, здесь они сразу просто подходят к манекену, чпоньк, переоделись и сразу готовы к бою. Ну, вот так вот. Ну, я думаю, может быть, какие-то дополнительные анимации естественно добавят. Это у нас еще пока плейтест-демо-версия, по сути, поэтому, поэтому это, скажем так, только такая на эти вот играбельная версия, не финальная. Ну, оружие у нас пошло, бойцы у нас тоже пошли, вышку осталось доделать, и, соответственно, оборона у нас с вами будет здесь идти полным ходом. 2 плюс 1 у нас здесь уже есть. Так, что у нас еще там по зданию? Значит, нам требуется, а, 30 бойцов нам по зданию уже надо сделать, да, я даже не обратил на это внимание. И еще нам требуется поставить одну дополнительную постройку по переработке камня. И пила рамы еще одна нужна. Ну, здесь прямо задание за заданиями начинает вываливаться одно за другим. Я вот это хочу сейчас дождаться. Прямо важно, нужно, чтобы ее сделали. Слушайте, прямо прикольный подъем. Она как маленький такой замочек, как прямо крепость такая здесь образуется, да? Сейчас, кроме тех построек, которые у нас идут по заданию, надо посмотреть. А, кстати, слушайте, я забыл посмотреть, а вот здесь. Ага, 25. Окей, понял. Ну, у нас они вот здесь отображаются, плюс еще свободные, которые. Значит, это мы с вами ставили, нет, это мы с вами не ставили добычу, и переделку не ставили, не ставили. Дальше здесь у нас что идет по тому, что мы еще не установили? Здесь мы... Это мельница у нас идет, но для производства муки. Но у нас просто зерна нет еще, в общем проблема. Пока что, увы и ах, зерна у нас нет. А таверна? А, таверна работает, да? Еда пошла. Ну и шикарно, ну и замечательно. Ну, у нас здесь фермы, в принципе, неплохо так отрабатывают. И запасы будем успевать подготавливать. И самое главное, конечно же, для того, чтобы прокормить столько людей. У нас было 325, сейчас 329. То есть, то есть детишки у нас здесь походу появлялись, да? Готово? Да. Ну, здесь мы можем выбирать, что мы будем хранить. Алмазы, монеты и так далее. Либо поставить в каладочку хранить абсолютно все. Но здесь в любом случае есть визуал того, что здесь может находиться. Есть кристаллы и сундуки. Ладно, я думаю, наверное, для первого взгляда достаточно. С основными элементами я вас познакомил, показал игру. Как мне кажется, однозначно залипательная для любителей городостроев. Пишите, что вы думаете. Сейчас доступна демо-плейтест-версия. Это для тех, кто смотрит момент выхода видео. А так она у нас, если не ошибаюсь, выходит где-то в середине декабря. То есть, уже можно будет купить и поиграть. Но, как основа, опять же таки, у игры останется такая же. Только, естественно, будет больше уже готовых и доработанных элементов. Все, я с вами прощаюсь. Обнял, поднял. Пока. А у нас городок прям классный, прям крутой. И ресурсы идут хорошо, да и жителям здесь нравится. Надеюсь. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»